Долгостроев в Ненецком округе станет меньше. В этом году планируется закончить строительство школ Виндиги, Нижней Пёши и Красном. В селе Тельвиска будет продолжено возведение нового школьного здания. О планах строительства на 2016 год рассказали представители окружного департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта на пресс-конференции. Несмотря на сложный год, Ненецкий округ постарается не снижать темпы строительства. В первую очередь это будет касаться объектов социального значения. Главным образом речь идёт об окончании строительства трёх сельских школ – в Красном, Индиге и Нижней Пёше. В Тельвиске продолжится возведение школы на 100 мест. Здание планируют создать в эксплуатацию к 2017 году. Что касается городских образовательных объектов, в этом году внимание будет приковано к району авиаторов. Также будут продолжены работы по детскому саду в районе улицы авиаторов. Там контракт заключён с Краснодарским и СМУ. И планируется в этом году строительство школы на 700 мест. Проект разработан, положительное заключение в части заполучено, достоверности тоже получено. Проект очень большой, дорогостоящий достаточно. Мы в детский саде планируем, что у нас будет в 18-м году, в школу, в 15-м году. Жилищное строительство будет направлено на развитие района «Старый аэропорт». Там проведут вертикальную планировку под участки для многодетных семей. Продолжится работа по возведению многоквартирного дома по улице Макарабаева. Ранее был расторгнут контракт с первым подрядчиком на «Ренмарстроем». Теперь объект достраивает «Альфа-сервис». Уже принято решение о строительстве дома на 41 квартиру по улице Полярная. Одно из приоритетных направлений в жилищном строительстве на 2016 год – дома для расселения из ветхого и аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного, что касалось указа президента, мы выполнили. Причем выполнили без учета федеральных средств. Выполнили своими средствами. Выполнило их всего 2 или 3 региона в России. Сейчас мы переселяем с ветхого и аварийного, который уже не попадает под действие указа президента. Это идет плановое расселение домов. По состоянию на 1 января 2016 года в первом этапе переселения числится 412 квартир по всему региону. Наибольшее количество ветхого жилья зарегистрировано в «Нарьенмаре» – 207 квартир. Для завершения переселения первого этапа на территории города в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию шестисекционный дом по улице Авиаторов. Введение в эксплуатацию 120-квартирного дома позволит сократить очередь более чем в два раза. Начнется в регионе и развитие коммерческого строительства. С введением 5-процентной ипотеки спрос на новое жилье значительно возрастет. Уже получила разрешение на строительство компания «Версаэм». Она планирует возвести два дома по улице Пионерская.